Уважаемый председатель, коллеги, вашему вниманию доклад на тему «Результаты лечения первичных опухолей ствола головного мозга у взрослых». В настоящее время опухоль центральной нервной системы занимает третье место в структуре онкологической смертности у мужчин и четвёртое место у женщин в возрасте от 15 до 35 лет. При этом опухоль головного мозга находится на третьем месте по темпам роста заболеваемости среди всех онкологических заболеваний. При этом опухоль ствола головного мозга патологии преимущественно детского возраста и от взрослых эти новообразования встречаются значительно реже. Согласно литературным данным составляют всего лишь 2-4%. Известно, что ствол головного мозга это самый древний отдел, который отвечает за множество жизненважных функций, таких как дыхание и кровоснабжение. На очень маленьком объёме сконцентрировано множественное количество проводящих путей и ядер черепных нервов. И малейшее появление постороннего патологического образования может привести к необратимым для жизни последствиям. Ствол головного мозга включает в себя продолговатый мозг, средний мозг и мост. Опухоли ствола головного мозга у взрослых встречаются достаточно редко, как мы ранее говорили. Средний возраст пациентов при уводке на промежуток от 30 до 40 лет. IDH1 и K27N – это гетерогенные мутации, характерные для опухоли ствола головного мозга у взрослых. При этом медианная выживаемость у этих пациентов составляет всего лишь 30-40 месяцев. И в большой степени, конечно, зависит от степени злокачественных образований. Характеристика голевого ствола головного мозга у взрослых представлена на слайде. Опухоли ствола головного мозга обычно подразделяют на основе клиника патологических и рентгенологических характеристик. Как видно на слайде, существенные отличия от детского возраста и у взрослых различий существуют. На протяжении десятилетий, вплоть до начала 80-х годов XX века, представления об опухоли ствола головного мозга были весьма оскудны. Они рассматривались как однородная группа новообразования, а диагностика основывалась только на данных клинической картины. В тот момент не было ни МРТ, ни КТ. В 80-х годах изменилось представление об этой локализации, и с этого времени исчисляется новый подход к диагностике и принципам лечения данной патологии. Благодаря активному внедрению компьютерной томографии, а позже и магнитный резонанс на томографии головного мозга стала возможна доступность визуализации данных образований. Одновременно появлялись все технические возможности к хирургическому вмешательству их. Однако до настоящего времени остается спорный ряд представлений, касающихся оценки опухолевого роста и возможностей оперативного удаления новообразований ствола мозга. Дифференциальная диагностика первичных злокачественных и доброкачественных опухолей головного мозга при отсутствии возможности верификации, а также дифференциальная диагностика злокачественности по случивам изменений в настоящее время возможно на основе внедрения позитронно-эмиссионной томографии с метионином либо с холином. Для пациентов без гистологического диагноза предполагаемый диагноз опухоли ствола головного мозга был основан на характерных особенностях магнитно-разонансной декотомографии. Для диффузных глюм ствола головного мозга характерно увеличение деформации ствола головного мозга, чаще всего моста, понижение и неоднородное изменение МР-сигнала в режиме Т1, повышение сигнала в режиме Т2, накопление контрастного препарата отмечается в 30% случаев. МР ограниченного опухоли отмечается достаточно чёткая граница, понижение сигнала в режиме Т1 и повышение сигнала в режимах Т2 либо Т2 флэйр. Варианты накопления контрастного препарата в опухоли достаточно вариабельны и чаще собой представляются пилоидными астроцитонами. Поскольку биопсии ствола головного мозга проводятся редко, и золотым стандартом первичной диагностики являются преимущественно данные магнитно-разонансных исследований, на основе которых можно разделить изображения в нескольких проекциях и максимально точное представление о топографии образования даёт. По данным МРТ, опухоль подразделяется на МРТ-фузные и МРТ-ограниченные, которые, в свою очередь, делятся на узловые и псевдоузловые. Стоит отметить, что опухоль ствола головного мозга — это плохо изученная гетерогенная группа злокачественных новообразований с различными радиологическими картинами и различными прогнозами. Важно отметить, что данная группа пациентов отличается от опухоли той же локализации, которая встречается в детских возрастных подгруппах. При этом, несмотря на схожую клиническую и рентгенологическую картину, при обследовании по поводу поражения ствола мозга взрослых, необходимо учитывать ряд клинических проявлений, помимо глиальных опухолей. Часто можно увидеть метастатическое поражение, лимфомы и другие инфекционные заболевания. Достаточно трудно дифференцировать только на основе рентгенологических характеристик. Тактика лечения пациентов с первичными опухолями ствола головного мозга заключается в проведении комплексного лечения, а именно оценка возможностей хирургического удаления опухоли, радиотерапии на лужу, удалённой опухоли и её остатка, и курсовой системной химиотерапии. А другие методы лечения, не подтверждённые достаточно доказательными научными исследованиями, такие как иммунотерапия, фотодинамическая терапия, и другие подходы могут быть предложены пациентам в рамках специализированного оформления клинических исследований. Основными прогностическими критериями у пациентов с глиомами ствола головного мозга является степень злокачественности в соответствии с общепринятой классификацией Всемирной организации здравоохранения 2016 года, а также прогностическими критериями, которыми являются молекулярно-генетические особенности опухоли, возраст пациента, функциональное состояние именно индекса Харновского, выраженность внутричерепной гипертензии, сопутствующие заболевания, и, соответственно, прогностические факторы влияют на выборы, тактику лечения и исход заболевания. На данном слайде представлены результаты французских авторов, в которых проводили анализ прогностических факторов, причём степень злокачественных является ведущим фактором и влияет на показатели общей выживаемости. Стоит отметить, что по большинству нейрохирургов операбельными являются не только, не более 20% среди всех опухолей ствола головного мозга, а в остальных случаях заболевание является диффузной и неоперабельной, и при этом хирургическое вмешательство допустимо только в условиях современно оснащённой операционной. Долгие годы термин глиома ствола мозга был синонимом неоперабельной опухоли, но это, с точки зрения, уже претерпело значительные изменения. И в настоящее время хирургическое лечение опухоли ствола головного мозга крайне сложная задача даже для высококвалифицированных хирургов. И одним из этих шагов принятия решения определяется выбор хирургической тактики. До настоящее время молекулярное профилирование опухоли ствола головного мозга остаётся достаточно сложным в диагностических планах. И главным возрастом, наоборот, из-за отсутствия достаточного количества полученного материала при выполнении функционной биопсии. И, вероятно, по этой причине в настоящее время примитых стандартов химиотерапевтического лечения нет. Однако при диффузных опухоли ствола головного мозга возможно проведение химио-лучевой терапии с радиомодификацией темозоламидом. Применение химиотерапии, таргетной терапии допускается только в рамках клинических протоколов, а также в случае продолженного роста опухоли ствола головного мозга. В настоящее время единственным радикальным методом лечения является радиотерапия. При этом стандартный режим фракционирования применяется раз в очаговую дозу 1,8 грей, один раз в день, а ритм облучения 5 раз в неделю. И суммарная доза составляет при этом 54-56 грей. Важно отметить, что формирование объёма облучения диффузно растущей опухоли проводится захватом здоровых тканей, от определяемых границ опухоли в режимах МРТ, Т2 или ФЛЕР. При этом краевой отступ рекомендуется 1,5-2 см. При наличии небольшой остаточной опухоли с чёткой границей во всех режимах МРТ возможно проведение радиохирургического лечения. При этом суммарная очаговая доза, раз в очаговую дозу составляет 18-16 грей, не более. Стереотоксические методы облучения, по данным некоторых авторов, являются предпочтительной обычной научной терапией, так как применение стереотоксической техники позволяет существенно снизить нагрузку на окружающую ткань. Однако, учитывая диффузный рост опухоли, в большинстве случаев отсутствия верификации, этот вопрос в настоящее время остаётся достаточно спорным и открытым. На слайде представлены результаты лечения 21 пациента взрослого с опухолемой ствола головного мозга. Авторы из Швейцарии показывают, что медиана общей выживаемости для оглевом низкой степени злокачественности составляет более 30 месяцев, а для высокой степени злокачественности чуть более 11 месяцев. Хочется поделиться нашими данными. В клинике нашего центра с 2005 года по 2019 год проведено лечение 115 пациентов с перимечными опухолями ствола головного мозга. При этом катанность прослежена у 107 пациентов. Как показано в гистограмме группы пациентов с возрастом 40 лет и менее составила почти 70%, 40, 60, 25% и группу в пожилом возрасте старше 60 лет около 5%. Средний возраст исследуемых пациентов составил 34 года. Также следует отметить, что большинство авторов пациентов самостоятельно себя обслуживали, но не были способны к нормальной функциональной деятельности. Мужчин в нашем исследовании было больше 67, а женщин меньше – 48. Хочется отметить, что большинство пациентов, а именно 75 пациентов, не было выполнено верификацией опухолевого процесса по тем или иным техническим особенностям. По результатам хочется сказать, что по показателю безрецидивной выживаемости медиана составило 36 месяцев. Общий размер выборки при анализе общей выживаемости составил 102 случаи, из них 22 пациента умерли, а 80 продолжают отмечаться на момент последнего наблюдения. И при этом медиана общей выживаемости пациентов после комбинированного комплексного лечения составила 119 месяцев. Согласно анализу гистологического исследования данным рентгенологической картины магнитно-ресонансной томографии клинических характеристик пациентов, были они распределены на две группы по степени злокачественности Грейт 1-2 низкая степень и высокая степень Грейт 3-4. На слайде представлен показатель общей выживаемости зависимости от степени злокачественности. И видно, что выявлены достоверные различия по показателю общей выживаемости у пациентов с установленным клиническим диагнозом по рентгенологической картине и клинических характеристикам низкой степени злокачественности по сравнению с группой больных, у которых выявлены высокая степень злокачественности. Общий размер выборки при анализе на общей выживаемости 102 случая. По показателю безрецидивной выживаемости в зависимости от степени злокачественности также выявлены достоверные различия. И видно, что частота рецидивов у пациентов с низкой степени значима ниже по сравнению у пациентов с высокой степенью злокачественности. Хотелось продемонстрировать клинический случай объемного дозиметрического планирования и гистограммы дозы объема пациентов с опухолиствола головного мозга. На слайде представлено отличие методик 3D-комфортной и виматолучевой терапии. Видно, что средняя доза при 3D-комфортном плане составляет 50 грей, а при облучении динамическими арками 54 грей. При данной методике покрытие планируемый объем составляет 100%, а также существенно снижается нагрузка на критические органы и структуры. На гистограмме показано сравнение методик, комфортной методики и лучевой терапии в режиме динамического арка. Видно, что комфортный план, а нагрузка на критические органы и ткани существенно выше, что может привести к лучевым повреждениям необратимым характерам. И, конечно же, снижение качества жизни данного контингента пациентов. В заключении хочется сказать, что пациенту с опухолями ствола головного мозга при возможности показано, конечно же, хирургическое вмешательство. При невозможности проведения хирургического вмешательства в установке гистологического варианта опухоли ствола головного мозга желательно выполнить позитронно-эмиссионную томографию, с аминокислотами либо это метионин, либо это тирозин. И пациенты с очагом поражения ствола головного мозга должны быть обследованы в соответствии с нейрорадиологическим протоколом, общепринятым, с участием мультисциплинарной команды, специалистов. Благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...